Дорогие друзья, настал еще один феерический, сказочный, волшебный день. Я готова принять процветание в мою жизнь. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, и моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Такой свет шикарный, шикарный, супер шикарный свет. Нужно сюда, немножко так, чтобы это было красиво, чтобы не было красиво видно. Зеркало, стоим перед зеркалом, смотрим на себя, говорим, нужно чуть вот так вот сделать. Зеркало, доброе утро, добрый день, любовь моя, я люблю тебя. Ты самая красивая, самая замечательная, умная и талантливая. Просто богиня. Я яркий новый день встречаю для жизни, для великих дел и светом все преображаю в желании лучших перемен. Освободи меня от недоверия и от невежества освободи меня, и силую святого повеления во свете истины ты удержи меня. Я есть на твое великое создание, твоим путем указанным иду, и чувство судьбы предначертания, в душе гармонию и чистоту храню. Освободи меня от недоверия и от невежества освободи меня, и силую святого повеления во свете истины ты удержи меня. Живущий под кромом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище моя и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, он избавит тебя от сетиловца от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Считай ограждение истины его, не убоишь ты ужасов, иначе стрелы ледящий днем, я выходящий во мраке зараза, опустошающий в полдень. Падут под тебя тысячи и десять тысяч, объяснюю тебя, но тебе не приблизится, да будешь обелить очами твоими, возьми день чистим, ибо ты сказал Господь, упомывание мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе было язвы, не приблизится к жилищу твоему, ибо ангел он своим заповедует о тебе, охраняет тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень на голову твоею. На аспире Василиска наступишь попирать больше льва и дракона за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, вот зовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его, долготую дни насыщу его и явлю ему спасение мое. Теперь выпиваем чистую водичку, небольшими глоточками, настраиваемся на великолепный, шикарный, сказочный день. Самый лучший день, самый лучший день в моей жизни, ну как и обычно, как и вчера, как и сегодня, как и будет завтра. У нас с вами не одна минутка дар не проходит, мы же сами делаем эти дни, так скажем, своим сознанием, своим подсознанием, сами создаем сказку. Так что вот, читаем книжки, в том числе и Натальи Борисовны Правдиной, и создаем свою волшебную палочку, благодаря полученным знаниям. Бокал, этот бокал, было два бокала, ну что, такое историческое событие, бокал разбился, я его поставила, представляете, ну, в общем, бокал разбился, наверное, на счастье, обратите внимание, сейчас надо будет здесь мне подмести венечком, бокал разбился, даже не знаю, это к счастью, я так понимаю. В общем, бокал разбился, в общем, бокал разбился, обратите внимание, это к счастью, посмотрим, во сколько бокал разбился, в 14 часов и 15 минут, 7.07.2021 года. Вот такие вот дела, он расстраиваться не будет, ему что расстраивается, посуда бьется к счастью, так что вот. Сейчас сюда я поставлю так это видео. Какая же у нас сегодня тема? Такая тема интересная для наших с вами этих творческих бесед, для обсуждения, такая очень интересная тема через костер. В общем, Наталья Борисовна Правдина, в эту ночь Ивана Купалы, такое видео я вчера посмотрела, такая традиция есть, купаться, купаться в озерах, вот, немножко здесь у меня вот так вот, ветерок. В общем, этот ветерок, ладно, сюда я поставлю, сейчас, хорошо, поставлю сюда. Ну, хорошо, Натрон, Натрон. О чем же думает мужчина, когда он за руку с женщиной прыгает через костер в купальскую ночь? Так что вот, будем с вами на эту тему рассуждать. О чем же думает мужчина, когда вот он с женщиной, я правильно понимаю, что просто он как-то за руку через костер прыгать не будет. Вот, так что сейчас, сейчас варю себе макарошки, сейчас буду делать себе такой завтрак, такой легкий салад, помою помидорку, огурчик, макарошки уже варятся, сейчас соевое мясо положу, макарошки. У меня вода поставлена, макарошки еще не варятся, у меня чистая вода поставлена, вот, сейчас я положу туда соевое мясо, макарошек, сварю и сделаю себе такой легкий салад. Угу.